И военную помощь на 500 миллионов долларов, и дальнейшую мощную поддержку. Именно это пообещал президент Шаджо Байден во время визита в Киев. Также он заявил о том, что уже на этой неделе объявят о дополнительных санкциях против российской политической элиты и компаний, связанных с войной против Украины. Это величайшая сухопутная война в Европе за три четверти века. И вы побеждаете. Несмотря на другие мнения или прогнозы, вы побеждаете. Вы продолжаете это делать. И с самого первого момента, когда я получил разведывательные сообщения еще больше года назад, мы тогда сосредотачивали основное внимание на том, как нам собрать весь мир. Как выполнить то обещание, которое я вам дал. Собрать весь мир в поддержку Украины. Как обеспечить ваш успех. Как сделать так, чтобы весь мир отреагировал. Эти все преуспевающие экономики, мощные, независимые и демократические страны. И тогда весь народ Америки решил, что мы будем помогать. Что подобная агрессия представляет угрозу всем нам. Мы построили коалицию по разные стороны Атлантического и Тихого океана. По всему миру. Япония и другие страны. Более 50 стран помогают Украине защищаться. Предоставляя гуманитарную, экономическую и военную помощь. Путин хотел, чтобы Запад разделился. Путин рассчитывал, что мы не сможем обеспечить единство стран НАТО. Что мы не сможем обеспечить единство стран в помощи Украине. Он надеялся, что, собственно, такое единство не будет долгим. Наверняка сейчас он на это не надеется. Вообще не знаем, на что он надеется. Но он продолжает совершать ошибки. И вот спустя год у нас есть доказательства. Здесь, прямо в этой комнате, в этом зале мы стоим вместе. Господин президент, я действительно очень рад ответить на ваш визит в Вашингтон. Тогда вы сказали Конгрессу, что вы не боитесь и никто в мире не должен бояться. Вы и все украинцы, господин президент, напоминайте миру каждый день, что означает мужество и храбрость. И действительно это поражает. Напоминайте нам, что у свободы нет цены. Она бесценна. За нее стоит бороться столько, сколько потребуется. И столько же мы будем оставаться с вами.